Всех приветствую, давайте быстро прибежимся по рынкам. В биток пошли мы чуть вверх, это еще в пределах коррекции. Кто шортит, тут можно провести трендовую, в принципе, по классике. Пока мы ниже нее, это как бы шорт. Но сильно высоко, конечно, нежелательно уходить. Почему вообще биток пошел? Да потому что S&P вверх улетел. Вчера все-таки дорисовали мы вот эту ерундовину, и она еще выше может уйти. Тут, на самом деле, усложняется конечная диагональ. Вот отсюда начинается движение. Это 1, это 2, это 3, это 4, это 5. Будет еще коррекция, будет еще заход вверх. И кто шортит S&P, между 2.800 и 2.900 надо шорт набирать. Если топ куда-нибудь, 2.910, то есть за этот хай еще чуть повыше. И тогда есть шанс хорошо так сильно вниз прокатиться. Единственное, что могу дополнить, то, что сейчас на рынке довольно странная такая ситуация. То, что очень большая накачка деньгами идет сейчас рынков. То есть сейчас в Америке все плохо, рекордный уровень безработицы. За последние 100 с лишним лет. И все растет. То есть это растет против правил, против фундаментала. И как бы на этом нанораут высаживают. И все шортят, и их как бы вверх давят и давят. За счет чего? За счет того, что у кого есть куча денег лишних. А куда я вкладываю? Естественно сюда. Куда еще? Не в крипту же. А крипта уже идет чисто на ботах вверх за S&P. Вот и все. То есть осталось, грубо говоря, подождать, пока вот эти ребятки сюда закидают свои баблишки. Мишки кончатся, тоже начнут покупать. Тогда это, возможно, пойдет вниз. Единственное, что хочу добавить, это то, что есть все-таки вариант вверх пойти. И поэтому стоп обязательно ставить на 2,900 с копейками. 2,905 там критический уровень, если быть точным. Почему? Потому что это может быть здесь вот АБЦ, и это, возможно, уже пошла третья волна. То есть это первая в ней или там какая-нибудь третья уже будет. То есть суть в том, что оно может улететь чисто ни на чем. Вверх на перехай отсюда. Но это странный, сомнительный вариант. Если так будет, то все рынки тогда пойдут вверх. И сомневать пока в этом, потому что нефть все же вниз смотрит. Не может быть такого, что S&P вверх, а нефть вниз. То есть это невозможно. Так, что еще по золоту у нас здесь? Умотали мы вверх. Ну, по идее, уже как бы отсюда должно вниз идти. Видите, уже свечи такие четырехчасовые с хвостами. То есть суть в том, что должны бы вниз пойти. Единственное, что могут еще на 1740 забросить. Опять же, то же самое. Почему растет золото вместе с S&P? Да все очень просто. Накачка рынков деньгами. У кого-то есть куча баксов, триллионы. Их нужно куда-то закинуть. А куда? Ну, сюда. В любой рынок, короче, кроме долларов. Поэтому доллар сейчас падает. То есть если посмотрим вот сюда, то видите, как он валится. Есть шанс, что он еще ниже уйдет. Куда-то вот сюда. Единственное, что он может коррекцию сейчас даст. В связи с этим, что у нас тут есть по еврику-то? По еврику прям вверх. Ну, как-то, наверное, не сильно должны уйти туда. По фунту тоже. Ну, это пятая волна. То есть по фунту, как ждал, так и жду вниз. Сейчас передвину. Вот таким макаром. Еще может чуть выше он уйти. То есть это идет пятая волна. Скорее всего, это в С. Либо это пять. То есть как минимум такой зигзаг можем увидеть. Минимальная цель цена на 1,21 с копейками. Поэтому можно пошортить, но чуть нужно подождать подтверждение. Потому что еврик что-то тут прет и прет. По еврофунту надо покупать осторожно. Тут какая-то такая диагональка рисуется. То есть он еще может чуть-чуть медленно-медленно посползать. Потом улетит сильно вверх. То есть минимум 0,9. Так что можно это отторговать. Единственное, что вы видите, тут уровень у нас примерно 0,8625. Куда-то туда он может уйти. Осторожнее, скупайте. Но суть в том, что он может и на перехай сходить. То есть если все верно, то фунт пойдет днище пробивать. Евро пойдет днище пробивать. И тогда будет весело. Почему? Да потому что посыпятся вот эти рынки. Золото. СНП опять в доллар всем нужен станет. А почему он станет нужен, я не знаю. Но будет какой-то форс-мажор. Вчера про него говорил. Так, по иене. Ну ничего не буду повторять. Вроде жду вниз. Здесь, но как-то она так падает странно. То есть она может и вверх еще сходить. Расширить коррекцию, потом вниз. Поэтому тут осторожнее с ней нужно. Так, франк. Тоже опять то ли вверх, то ли вниз. Ничего не понятно. Что это такое? Это может быть конечная диагональ. Поэтому ничего не скажу точно. Но вот это вроде покупать нужно. То есть потихоньку, полегоньку покупать Канаду. Что еще раз подтверждаю, что доллар все-таки может укрепиться на этой неделе. Тем более, что вот здесь хаи, здесь хаи. Ну как бы против доллара лучше не играть, короче говоря. Там много просто. Волновиков рисуют вверх. Вот это вот ерундовина. Вот это. Сомневаюсь, что это вверх пойдет. Поэтому такие дела. Единственное, что вот что-то Тесла умотала как-то сильно вверх. Прям пугает. Но все равно это шорт. Ну что-то как-то сильно. Ну для волны Б это нормально. Она может и выше уйти. То есть потихоньку Теслу можно уже начать шортить. Что у нас по РТСу, по Сберам всяким не буду смотреть. Ну РТС уже вниз прет. Что могу сказать. Ну вот скорее шорт. Хотя так пока зигзагом идет. Ну короче говоря, S&P пока живет. Крипта пока живет. Но уже надо шортить. Шортить. То есть тут пока стоп короткий. Стоп можно поставить на 7200. И как бы спокойненько шортить. Другого шанса может такого не быть. То есть вот этот вариант как бы все-таки запасной. Вот этот. Основной вариант, что все-таки все вниз польют. На чем-то, чем-то таком неприятном. Что может происходить в ближайшую неделю. Так что вы готовьтесь. Но вдруг это не произойдет. И тогда можно сказать нам повезло. Рынки поживут. Все будет нормально. Ну и про блю соответственно. Видите, укрепление идет. Опять же на чем? Непонятно. Ну видимо потому что S&P вверх пошел. Как бы на рынке страха особого нет. Сейчас уже начали все говорить, что все. Кризис преодолен. Мы идем на новые ХАИ. Обычно это означает, что сольют нафиг ват. Будем ждать. Будем ждать. И до следующей встречи.